В планировочном районе Луговое возводят дополнительное здание 30-й школы. Благодаря этому дети смогут учиться в первую смену. Ход возведения объекта проверил председатель регионального правительства Алексей Белик. Подробности в следующем сюжете. Школа в Луговом – учреждение не самое просторное. Сейчас здесь обучают 930 детей, притом рассчитано лишь на 640 человек. Из-за этого занятия вынуждены проводить в две смены. Решение построить дополнительный корпус напрашивалось само собой. Объект у нас на сегодняшний день строится с опережением графика. Я остался доволен ходом строительства. И школу сдадим в 2024 году в соответствии с графиком производства работы. Поэтому школа достойная, качественная. И дети в скором времени будут качественно заниматься в рамках данного здания. Объект начали проектировать в 2020 году. В 2021 начались строительно-монтажные работы. Это и возведение ведут за счет средств областного бюджета. Здание общей площадью более 14 тысяч квадратных метров имеет сложную конфигурацию. Одна часть строения будет трехэтажной, другая – двух. Предусмотрен просторный холл с атриумом, столовый, актовый зал, два спортивных, виртуальный музей и современные IT-лаборатории. Дело в том, что Луговой расстраивается. Деток очень много в Луговом. Большое количество, ну где-то мы так просчитали, процентов 20 у нас ездит деток в городские школы. Вот этот дополнительный корпус, самое главное, он позволит нам прийти учиться в первую смену. То есть вся школа будет заниматься в одну смену, а во вторую смену мы сможем заниматься детками доп. образования. Объект будет абсолютно безопасен для детей. Здание рассчитано на действующую сейсмическую нагрузку в 9 баллов. В настоящий момент уровень технической готовности данного объекта 55%. Ведутся внутренние отделочные работы, работы по монтажу внутренних инженерных сетей. Также завершаются работы по устройству облицовки фасада. Новый корпус примет 550 школьников с 5 по 11 классы. Добавлю, с 2019 года в Сахалинской области построено 19 современных образовательных учреждений. Благодаря этому создано более 6,5 тысяч мест в школах. Влад Французов Дарья Янченко, Андрей Лангерман. Солнце ТВ.